Путин, который испытал животный страх в момент начала Пригожинского мятежа, соответственно, имея психотип человека, который не прощает подобное, скажем так, предательство, как он считает, по отношению лично к нему, и как человек, который хочет всё-таки оставаться в той репутации, которую он годами себе выстраивал, репутацию человека жестокого, репутацию человека, которого нужно бояться, и для того, чтобы вернуть контроль над российскими элитами, которые начинают сомневаться в дееспособности Путина, конечно же, он пошёл абсолютно умышленно на столь демонстративное убийство, показательное убийство Пригожина. Путин, конечно же, в любом случае должен был как-то это всё скомпенсировать. Во-первых, и страхи, и вот эту потерю репутации, и потерю контроля над элитами, и то, что элиты начали там немножко думать о возможности транзита власти в Российской Федерации. Поэтому и заказчиком, и непосредственно человеком, который требовал максимально показательного исполнения этого преступления, является российский президент.